Подозреваемый в мошенничестве рассказывает, что работу курьера нашел в интернете. Понимал, его задача обманывать пожилых людей, но все равно согласился. Первый заказ поступил через несколько дней после обязательной верификации. Следом еще два. За что доставлено? За то, что забирал денежки бабулек в Ленинском районе, в двух местах. И в центре города на Чапаево 85. Какие суммы? 100 тысяч, 80 тысяч и 80 тысяч. То есть осознанно шли на преступление? Я до последнего все-таки наделал, что это не так. Да? В итоге нет, осознанно все правильно вы говорите. Что потом делали с денежными средствами? Через банкомат, вложил себе на карты и отправлял, куда говорили. Сколько, сколько себе оставляли? 10% оставлял себе. Этот подозреваемый попал на камеру домофона в поселке Юбилейный. К местной жительнице он приехал на такси, следуя инструкции так называемого работодателя. На пороге его встретила пенсионерка с пакетом в руках. Женщина думала, что передает почти полмиллиона рублей для родственника, попавшего в беду. По адресу поехал, на девятый этаж поднялся. Она вышла за дверью и стояла, когда я поднялся на девятый. Она разговаривала по телефону еще. Я представился своим именем и отчеством ей. Сказал, это Артура Игоревича. Потом она отдала пакет с вещами и в конверте были деньги. Требование по телефону денег за решение разного рода проблем является одним из самых популярных у злоумышленников способов обмана. Звонить может якобы сам родственник, либо человек, представляющийся адвокатом или сотрудником правоохранительных органов. Если вам позвонили с просьбой о помощи близкому человеку, не впадайте в панику. Не торопитесь предпринимать действия по инструкциям незнакомых людей. Под любым предлогом постарайтесь прервать контакт с собеседником. Перезвоните родным и узнаете, все ли у них в порядке. Также не следует передавать деньги незнакомцам. Будьте бдительны, проводите разъяснительную беседу о том, как не стать жертвами мошенников со своими родственниками, особенно пожилого возраста. Действия данных граждан являются уголовно наказуемыми. Санкция статьи мошенничества предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Эллада Бжалимова, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.